Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом села Чепланово. Авария произошла 3 января в 9 часу утра. Сегодня школьный автобус перевозил детей до места учебы. Он собирает детей из села Пожарска, Петеречия и ведет в Чеплановскую школу. По трассе произошла авария, столкнулось несколько машин, пострадал школьный автобус. В автобусе находилось 11 школьников, детей разного возраста. По предварительным данным, в районе Бумбучков водитель Хонды не справился с управлением. Иномарку вынесла на встречную полосу. Там она врезалась в машину со школьниками. За легковушкой ехали два бензовоза, которые не смогли объехать аварию и стали ее участниками. Никто не погиб. Топливо не разлилось. Всех детей осмотрели в амбулатории села Чепланово, после чего троих детей забрали родители. Восемь отвезли в ЦРБ Холмска. Одновременно все врачи работают. Совершенные врачи, нейрологи, реаниматологи здесь, хирурги. И у нас нет очереди какой-то. Все, каждый его накосматывается сейчас врачом. Ну, просто он был поэтапно, хирург, там не было необходимости. И психолог с ним поработал. У четырех детей оказались легкие травмы. Также пострадал предположительный виновник аварии из Иномарки. Происшествие запустило ряд разбирательств. Так, в Следственном комитете возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия выехали следователи Холмского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие телесных повреждений у школьников. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки детей и эксплуатацию специализированного транспорта, а также лиц, ответственных за надлежащее состояние дорожного полотна. Областное министерство образования поручило провести служебное расследование. Проверки инициировали прокурор Холмска и ГИБДД. Уже известно, что школьники были не пристёгнуты ремнями безопасности. Также на дороге у места ДТП обнаружили снежный накат. Женщину сбили на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске в пятницу 3 февраля. ДТП произошло днём на улице Ленина у дома 312. Водитель Дайхатсу двигался с юга на север в крайнем левом ряду. По информации ГИБДД Южно-Сахалинска первый ряд пропустил пешехода, а вот водитель иномарки – нет. Потерпевшую госпитализировали с места происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Полицейские перекрыли канал поставки наркотиков на Дальний Восток. В Южно-Сахалинске сотрудники МВД на транспорте задержали двух мужчин. Они только что получили посылку из Москвы. В отправлении был спрятан свёрток, а в нём – почти килограмм синтетического наркотика. Через несколько дней задержали четверых сообщников сахалинцев. В дальнейшем оперативниками Главного управления на транспорте МВД России были установлены отправители посылки. Ими оказались ранее судимые уроженцы Республики Дагестан. В результате оперативно-розыскных мероприятий фигуранты задержаны. При обыске их арендованного жилья правоохранители нашли ещё одну готовую к отправке посылку. А в ней – свёрток с таблетками экстази. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается. Сахалинец неприятным образом узнал, что безопасного счёта не существует. 2 февраля в полицию Корсакова обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что ещё в середине января ему позвонил некий сотрудник банка. Специалист сообщил, что неизвестные пытаются украсть сбережения пенсионера. Чтобы сохранить накопление, их надо перевести на счёт, который ему продиктуют. Житель Корсакова два дня обналичивал и отправлял деньги. А через несколько недель он решил узнать, что делать дальше, и лично пришёл в банк. Тогда-то пожилой мужчина и узнал, что стал жертвой обмана, и безопасных счетов не существует. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведётся следствие. Липовые права привели жителя Горнозаводска на скамью подсудимых. Четыре года назад Сахалинец купил водительское удостоверение. Машины у него не было, поэтому и документом он долго не пользовался. Видимо, автомобиль фигурант всё же приобрёл. Уже в ноябре 2022 года он сел за руль. В Невельске мужчину остановил инспектор ДПС. Злоумышленник, не раздумывая, предъявил правоохранителю фальшивые права. Обман сразу раскусили. Если вину сахалинца докажут в суде, ему грозит ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы. Продолжение следует...